Что случится, если вращение Земли ускорить так, что день будет длиться только одну секунду? Короче, если это и случится, то, надеюсь, не перед выходными. Земля вращается. Это означает, что ее середину всегда пытается выбросить наружу центробежная сила. Этой силы не хватает, чтобы преодолеть гравитационное притяжение и разорвать Землю. Но ее достаточно, чтобы уже сейчас немного сплющить планету. За счет этого можно немного сбросить лишнего веса. На экваторе вы будете весить почти на полкило меньше, чем на полюсах. Если полкило вам очень дороги, то на пути к полюсу через Канаду вы можете напротив поесть путина. А теперь все-таки представим, что же будет, если вращение Земли ускорить так, что день будет пролетать всего за одну секунду. Если Земля вдруг разгонится так, что день будет длиться одну секунду, то мы с вами не протянем и дня, причем ни привычного нам, ни ускоренного секундного. Экватор будет двигаться со скоростью больше 10% от скорости цвета. Центробежная сила станет гораздо сильнее гравитационной, и все, из чего состоит Земля, будет разбрасываться по космосу. Вы не умрете мгновенно, возможно, продержитесь несколько миллисекунд или даже секунд. Земная кора и мантия расколются на куски размером с дома. К тому моменту, как пройдет секунда, то есть закончится этот худший в вашей жизни день, атмосфера расширится настолько, что станет слишком разреженной для дыхания. Даже на относительно неподвижных полюсах вам, вероятно, не удастся долго протянуть до полного удушья. За первые несколько секунд из-за расширения земная кора разобьется на вращающиеся фрагменты и убьет почти всех на планете. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что будет дальше. Все кусочки земной коры будут двигаться со скоростью близкой к скорости света, и каждый из фрагментов будет лететь примерно с той же скоростью, что и соседняя. То есть все будет спокойно лететь, пока этот диск не врежется во что-нибудь. Первым препятствием будет пояс искусственных спутников Земли. Через 40 миллисекунд МКС столкнется с фронтом расширяющейся атмосферы и мгновенно испарится. Следом пойдет множество других спутников. Через полторы секунды диск достигнет пояса геостационарных спутников, что на орбите над экватором. Каждый из них даст мощную вспышку гамма-излучения при поглощении Землей. Обломки Земли будут резать как лесопилка, распространяясь вширь. Диску понадобится около 10 секунд, чтобы пройти через Луну, еще час, чтобы добраться до Солнца, а Солнечную систему он охватит в течение одного-двух дней. Поскольку ось Земли наклонена, Солнце и планеты не расположены в точности на пути плоскости земного экватора. У них будет хороший шанс увернуться непосредственно от пилы. Правда, к следующей пятнице Луна пересечет плоскость земного экватора, что она делает каждые две недели. Если еще и ускорить Землю в этот момент, Луна будет точно на пути этой межпланетной лесопилки. Столкновение превратит Луну в комету, которая резко вылетит из Солнечной системы в виде распыленных обломков. Вспышка света будет настолько яркой, что если стоять на поверхности Солнца, то снаружи окажется ярче, чем внутри. Хе-хе-хей, ты досмотрел до конца. Спасибо. Тогда с тебя лайк, если мульт понравился. Заодно подписывайся, мы будем делать еще такие ролики. С вами был Дмитрий Машкович, это канал SciOne. И чтобы оторваться по полной, мы скоро запустим новый канал SciFun. Весело и познавательно обо всем на свете. На этом у меня пока все. Да прибудет с тобой наука. Субтитры создавал DimaTorzok